Здравствуйте! Итак, начинаем очередную лекцию. Сегодня у нас лекция посвящена такой теме, которая звучит следующим образом – «Общественное бытие и общественное сознание». Ну, я думаю, вы представляете, что такое индивидуальное бытие? Это бытие отдельного человека, соответственно, и сознание. А вот что такое «Общественное бытие», к сожалению, это мало кто знает. Точное научное определение неизвестно ему. И поэтому это для большинства остаётся тайной за семью печатями. А, следовательно, и те теоретические изыскания, которые связаны с ролью общественного бытия и со своим отношением общественного бытия и общественного сознания, оказываются не раскрыты. Так вот, если мы поставим вопрос, чем определяется деятельность человека, вот как объяснить, почему он именно так действует, а не по-другому, почему он именно такие поступки совершает, а не другие, почему он такую позицию занимает, а не другую, то такие вульгарные представления по этому поводу, они обычно связываются с такой формулой, что бытие определяет сознание. Вот я ответственно, как представитель науки, сообщаю, что эта формула неверная. То есть ваше бытие не определяет ваше сознание, а что определяет сознание отдельного человека? Очень многое. Вот есть такая работа, очень короткая у Марка, там полторы страницы, называется «Тезисы о Фейербахе», в которой Маркс пишет, что «Человек есть продукт обстоятельств и воспитания». То есть что на человека на этого повлияло больше? Обстоятельства его жизни, его материальное благополучие или неблагополучие, наличие у него каких-то условий для развития или отсутствие этих условий для развития, как повлияли на него родители, родственники, как повлияли на него знакомые, те люди, которые, можно сказать, в той или иной степени являются составными моментами его судьбы. И поэтому вот это и резюмируется в такой понятной формуле «Человек есть продукт обстоятельства воспитания». Если мы возьмем исторические примеры, мы увидим, что неверно считать, что вся буржуазия действует в интересах буржуазии. Правильно? Ну вот, скажем, Энгельс, его положение, так сказать, экономическое, таково, что отец у него был фабрикантом, отец, когда умер, передал ему наследство, наследство у него фабрика было, и у Энгельса была возможность и самому заниматься марксизмом, и развивать теорию в интересах прямо противоположного класса, и Марксу помогать доделывать, дописывать капитал. Как известно, Маркс довел до издания только первый том «Капитала», хотя написаны были три, а до публикации, а вот второй и третий том – это делал и Энгельс. Или вот известная нам история с книгой «Путешествия из Петербурга в Москву». Ну, как вы понимаете, вот такая книга, направленная против крепостничества и против царизма, была написана представителем дворянского класса. Ну, а вообще дворянские революционеры в России – декабристы. Это не единичный такой случай и не худший по положению, и сказать, что у них, так сказать, не дворянское положение или происхождение никак нельзя. Наоборот, это представители довольно знатных родов, их было очень много, и поэтому выступление их было очень значительным. И они действительно разбудили потом революционные движения в России. А кто разбудил их? Разбудили дворянские революционеры, которые по своему развитию, потому что они знали, потому что они были в курсе дела, что происходит вообще в Европе. Они читали передовых мыслителей, которые наголову были выше, так сказать, мыслители эпохи феодализма. И они, как люди, которые смотрели вперед, они выступили за интересы следующего класса уже буржазного и против крепостничества. И самое интересное, что вот это их выступление было датировано в 1825 году, а уже в 1861 году царь и залог указ о ликвидации крепостничества и никаких волнений это не произвело. А декабристов, хотя, и вешали, и ссылали в Сибирь, и другие формы применяли на Казани. Ну вот дело в том, что поскольку они представителями передового движения и развития, это развитие все равно пришло, какие бы меры там самые жестокие не применялись. Поэтому вот такие крупные примеры, они опровергаются. Вот такое представление, что человек из продукта обстоятельства воспитания. Ну вот Ленин, например, кто такой Ленин? Когда у него отец работал в системе просвещения. За службу, он в соответствии с тем, что есть так называемое служивое дворяние, ему дали дворянство. И в 16 лет Ленин стал дворянином. И, соответственно, и его мать, и семья его все вдруг стали в одночасье дворянами. И кто делал социалистическую революцию, так сказать, или во главе стоял дворянин? Владимир, Ульянов, Ленин. А Зержинский, думаете, не дворянин? Дворянин. А какие-то и другие такие есть примеры. У нас министр, у нас с послом была женщина, которая тоже имела дворянское название. Александра Калантай. Да, Александра Калантай. Тоже самое, дворянка. Поэтому есть такой примитивный, вульгарный подход, где, скажем, вот кто? Ты есть то, что ты ешь, или ты есть то, что ты пьешь. А есть не вульгарный, серьезный. Вот он с такой формулой описывается, что человек есть продукт обстоятельств и воспитания. Обстоятельства, может быть, самые разные. И каким становится человек, это трудно сказать. Только на основании того, где он, как говорится, жил, что употреблял, какие у него были там условия и так далее. Но это относится к индивидуальным случаям, к индивидам. А вот если мы возьмем общество в целом, что такое общественное сознание? Общественное сознание – это что? Это мысли общества. Правильно? А как они выражаются? Они выражаются в устных выступлениях, в печатных выступлениях, в научных трудах за все время существования человечества. Мысли общества нельзя свести к мыслям тех, кто сейчас живет. Правильно? Это мысли вообще, которые накапливаются и которые входят, так сказать, в арсенал человечества. И вот эти мысли общества, они есть продукт его исторического развития. И это те мысли, которые накапливаются и развиваются. И передовые мысли означают не то, что они оторваны от прошлого, а наоборот. Они вбирают в себя все богатство предшествующего культурно-исторического наследия. Правильно? Это касается там и науки непосредственно, и других форм постижения мира. А существуют такие формы постижения мира, как постижение в образах. Если наука – это постижение в понятиях, то искусство – это постижение в образах. То есть над чем работает художник? Художник слова или художник в буквальном смысле слова, который пишет картину, он хочет передать чувство. И вот это чувство он и передает. И, скажем, для науки очень важно, на каком языке это делается. Это можно перевести на другой язык, но обязательно это выражается в понятиях. А для искусства абсолютно не нужен никакой язык. Вот, скажем, если вы пришли в филармонию, и мы с вами находимся на концерте в филармонии, то какие мысли у вас в голове рождаются, какие у меня рождаются в голове, и на каком языке это не имеет никакого значения. Важно сказать, какое влияние, в данном случае, исполнитель или оркестр, и композитор через этих исполнителей, через этот оркестр, какое влияние они оказывают непосредственно на человека. И это называется постижение мира в отличие от познания. Потому что познание – это значит выражение в понятиях. А постижение, может быть, и не в понятиях. И если мы возьмем деятельность писателей, то деятельность писателей, она вроде бы связана со словами. Со словами, с очень большим количеством предложений, с большим значительным текстом. Обычно книжки, особенно романы, они толстые, такие большие. Толще, чем научное произведение на темы, которые там затрагиваются. Но их задача в том – тоже передать чувства непосредственно. И поскольку это передача чувства, вот тут всегда просто буквальный перевод, который делают иногда, подсрочный, он не художественный, он не передает вот эти чувства. Это нужно, чтобы кто-то из писателей, по крайней мере, такого ранга, что они вполне поняли переживания автора, и те чувства, которые он хочет передать, чтобы это было на данном языке художественно изображено. Но это вот, когда мы имеем дело со словами. А обычное искусство, там, архитектура не нуждается в словах. Живопись не нуждается, музыка не нуждается и так далее. И другие виды искусства уже самые разные. Вот это общественное сознание. А с чем оно определяется? То есть в общественном сознании проявляются какие-то мысли, что является двигателем, что определяет общественное сознание. И вот по этому поводу в науке произошел большой скачок. Переход от диалектического материализма к материализму историческому. Если диалектический материализм говорит, что... Материализм вообще говорит, что материя первична, а сознание вторична. А диалектический материализм показывает им взаимовлияние и противоречия, но он на этом тезисе основывается. Диалектический материализм – это материализм. А исторический материализм есть применение диалектического материализма к истории. А как применяется к истории? Применяется к истории, основываясь на том, что для того, чтобы люди что-то делали, что-то творили, что-то создавали, для того, чтобы они думали, для того, чтобы они читали, для того, чтобы они спорили, для того, чтобы они что-то конструировали, они сначала должны есть, пить и одеваться. Вот этот материалистический факт, что для того, чтобы существовало то, что относится к духовному миру, общество, для этого нужно есть, пить и одеваться. И вот это обстоятельство Маркс и Энгельс положили в основу и тем самым основали исторический материализм. Основная посылка исторического материализма означает «Общественное бытие определяет общественное сознание». Если вы хотите разобраться в общественном сознании, в движениях, которые существуют в общественном сознании, вы должны разобраться в общественном бытии. Ну а раз так стоит вопрос, значит нам нужно совершенно ясно понимать, а что такое общественное бытие. Вот надо сказать, если вы будете лазать по интернету и смотреть те ресурсы, где обсуждаются вопросы о том, насколько важно материальное производство, то вот сейчас очень много таких выступлений, где сказать, ну это материальное производство, оно не так важно, скоро все будут делать роботы. Важно сейчас вот, сейчас у нас есть информация, передача, у нас есть идеи, у нас есть люди, которые там, мы если создаются и так далее. Но! Для того, чтобы то, что относится к сфере духовности, то, что относится к сфере сознания, вообще существовало, непреложным является то, что надо есть, пить, одеваться и иметь крышу над головой. И все это вот, созидание этого, оно лежит в основе общественного развития, и все общественное развитие может быть объяснено только с этих позиций. Но для этого нам надо твердо знать, что такое общественное бытие. Так вот, если говорить односложно, одной фразой, общественное бытие, это материальное производство. или производство материальных благ. Каких? Любых. А что такое материальное благо? Это вещь, которая полезна, то есть удовлетворяет какие-то человеческие потребности, индивидуальные, коллективные, или потребности общества в целом, как, скажем, дороги, виадуки и так далее, аэродромы. Ну, а раз речь идет о материальном производстве, что оно лежит в основе, то надо разобраться, а что это такое? Если я вот вас спрошу, что такое производство, я думаю, что вы не ответите. Попробуйте. Слово для вас не новое, правильно? А производство пишут, говорят, производство, производство, производство. Что такое производство материальное? Попробуйте этот формулировать. И вот всегда появляется такая загвоздка, что... Создание новых. А? Создание новых. Создание новых. А если старых создали? Если колбасу в старую хорошую создали, это плохо, что ли? Это не материальный уже производство, духовный, что ли, тогда, если не новых? Или новых имеется в виду, что вот даже повторение, это новое, то вчерашнего дня, а это вот, так сказать, не просроченное, а только сейчас. Создание новых материальных благ. Но должен вам сообщить от имени науки, что создание материальных благ это определение труда. Труд, вы слышали такое понятие? Слышали, конечно. И вот, ну, когда доходит дело до науки, то приходится это различать, потому что... А может быть, производство без труда? Не может быть? Ну, а сейчас вот, скажите, пожалуйста, сейчас производство пшеницы идет или не идет? Сейчас в России идет производство пшеницы или нет? Нет? Не идет? А не слышали такое понятие? Азима и пшеница. Когда ее сеют? Когда ее сеют? Азима. А есть еще и яровая. Отличаете, нет? Яровая не та, которая в доме есть там, которая выступает с разными инициативами. Яровая пшеница. Так, с чем отличается? А есть такое понятие яровизации, например. А вот, с чем отличается пшеница? Ну, и иерошная, наверное, тоже есть. Азимая и есть яровая. Чем отличается вот азимая и нож? Когда сеют азимую пшеницу? Ну, то есть сказать, я не крестьянин. Я не крестьянка, я не знаю, когда сеют эту пшеницу. Булку? Булку можно купить в магазине. Значит, докладываю. Азимая пшеница это пшеница, которая под зиму высевается под зиму. Что значит под зиму? Вот посеять надо тогда, когда еще не замерзла земля, когда, следовательно, могут пройти сейлки, и сейлки, или, так сказать, можно и рыхлить землю и высевать туда зерно. И посеять надо так рано, чтобы оно взошло и выросло так сантиметров десять. Вот я чувствую, вы не видели этой красоты. Я один раз видел, честно говоря, эту красоту. Вот я и поехал на съезд профсоюза защиты труда, и по дороге мы выехали из Нижнего Новгорода и проехали в Мордовию мимо этих полей в октябре. Где была, уже взошла эта зима пшеница примерно вот такой высоты, такой сплошной изумрудный ковер. Ну, когда растет уже пшеница большая, такой красоты нет. Изумрудный ковер, куда глаз может посмотреть. И вот она уже выросла достаточно, чтобы пережить зиму. То есть она зиму переживает. Суночь переживает, живет она или умирает. Некоторые элементы умирают. Какие? Лабые. А сильные элементы выживают. Поэтому пшеница зимой под снегом укрепляется. Если не снежная зима, это очень плохо. Потому что под снегом достаточно своих сил, чтобы она удержалась и выдержала до весны. А если это снега нет, то, конечно, ее замороз убьет. Поэтому когда поднимаются какие-то сильные ветра и сдувают снег, то часть зимых погибает и тогда весной подсевают. А когда можно весной начать подсевать? Вот сейчас можно выехать на полях? Как вы считаете? Трактор что будет с ним, если он выйдет на полях? Он там и застрянет на этих полях. То есть пока сидят люди с этими загромами, в которых гировое зерно, то есть пшеница, которая предназначена, чтобы посеять весной, посеять весной, то в это самое время азимая пшеница идет вовсю в рост. Ей никакие сеялки не нужны. Она уже посеяна, она уже большая, она выдержала азиму солнце. Солнце и вода. Есть вода в изобилии, потом не будет. Никто же пшеницу не поливает. Вода в изобилии и бурно растет азимая сейчас пшеница. Поэтому урожаи азимой пшеницы они очень большие. А вот человек, который просто глянет на природу, наверное, сразу скажет, как вы думаете, когда высыпается зерно? Ну, просто растет зерно, никто не убирает. Когда она высыпается? Весной, что ли? Или осенью? Ну, семена всех растений когда высыпается? Осенью. То есть это нормальное для растений явление, что они свои семена бросают в землю осенью. А весной только это вот культура человеческая до такого дошла. Надо так научить растения, чтобы можно было весной посеять и собрать урожай. Это называется еровизация. Это сложный очень такой процесс исторический. Это, можно сказать, вот ценность музейная. Как вы добились того, чтобы можно было весной сверно кидать землю, а все равно можно позже получить урожай в этом же году. Конечно, урожая будет меньше, это ясно. А зимы намного больше дают урожай, чем... Ну так вот, это я такой длинный разговор завел с вами на какую тему? На тему о том, что сейчас происходит на полях, где зимы. Там труд применяется? Труд применяется сейчас на полях? Нет. А пшеница растет? Растет. Поэтому труда тут нету, а производство пшеницы идет, потому что в производстве еще и участвует природа. А природа это и земля, матушка, и солнце. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что без фотосинтеза белки созданы быть не могут. А мы не обладаем таким свойством, как растения, чтобы создавать белки из минеральных солей, воды и с применением солнца. Этим это вот растения обладают, а мы в этом смысле очень от них завидим. Не будет растений и нас не будет. Почему? Потому что мы можем белки из одного вида в другой переводить, а вот растения могут их создавать. Поэтому вот у растений наличие растительного мира это предпосылка существования животного мира, который уже как бы на этом базируется. Поэтому производство не и так действие на труду. Но можно и другие привести примеры. Такого рода, что как вы знаете, вино как изготавливают? Соберут виноград, делают сусло, то есть выдавят из него сок. Из этого этот сок будет бродить. Вот он перебродил, его зальют в бочки тубовые. И что дальше? А ничего, они будут лежать. И чем дольше будут лежать, тем дороже вино. Правильно? Вот. То есть надо это охранять, смотреть, чтобы там ничего там не произошло с ними. Но труда там уже никакого особенного. Труда не прикладывается. А вино все лучше, лучше, лучше. Производство идет? Вина идет. А труд идет? Не идет. Поэтому есть такие виды труда, такие виды деятельности, когда можно обойтись без труда. Но совсем-то нельзя. Зерно надо, чтобы росли озимые, надо все-таки посеять. То есть необходимо такой акт совершить, какой-то начальный, потом убрать надо будет. Если вы не успеете эти озимые убрать, пойдут дожди, зерно высыпется, поскольку оно зерно, то само по себе озимые, само по себе, оно высыпается очень, они высыпутся все, потом пойдут дожди, и этот зерно растет, который валяется, ничего вы с ним уже не сделаете, вы его не заберете, пропал урожай. То есть если человек не присоединит свои усилия, свой труд к силам природы, то ничего у него не выйдет. Ну и как все-таки формулируется производство? Я думаю, вас немножко заинтересовало, что это такое? Вот я, значит, сейчас вам дам определение, производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Еще раз. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. То есть в само понятие производства входит общественная форма. Вы же понимаете, что появились трактора, появились сейлки, веюки, так сказать, комбайны. Для этого нужна общественная форма производства, которая это все обеспечивает. А потом, куда вы повезете, собственно говоря? Ну, собрали вы зерно, на машину погрузили. Куда ваша машина отправится? Если у вас нет соответствующих башен, куда засыпает зерно и где оно потом перемешивается, чтобы не сгорело. Если у вас нет никаких таких мест для хранения этого зерна, то оно пропадет. Вот у нас сейчас обещают в этом году самый большой урожай, под 130 миллионов пшеницы. И много сейчас пшеницы идет на экспорт. Но не по причине того, что у нас большие урожаи, а по причине того, что у нас с 90-х годов сократилось поголовье крупного рогатого скота. Если у нас было 20 миллионов крупного рогатого скота, голов, то сейчас 9 по итогам этой перестройки. Ну, как вы понимаете, такое понятие, как фуражное зерно, то есть зерно для корм, на корм скоту, подготовленное, оно и даже и не фигурирует. И вот не услышишь такое слово. Поэтому то, что раньше направлялось на корм скоту, оно отправляется за границу. А раз его много отправляется за границу, то оно, соответственно, имеет невысокую цену. А раз невысокую цену, то сельское хозяйство наше проигрывает. Очень интересно. Поэтому, так сказать, вот это с одной стороны здорово, что больше стало зерно, а с другой стороны, а мясо мы заводим из-за границы, которое, может быть, там лет 17 пролежало, в глубокой заморозке в Южной Америке. И вы ее не узнаете. И есть даже такое понятие, как техническое мясо. Не знаете, что такое? Техническое мясо, это так вот продавать нельзя, его непосредственно. А в колбасу добавлять можно. Съедят люди. Добавят, раскрасят. Там, когда, если вы будете читать, еще составят колбасы, это все равно, что изучать философию. Или химию, там очень много компонентов. Да. И такой усилитель вкуса, и эти элементы, которые, влагоудерживатель, то есть нальют воду, а чтобы она не была, как вода, а была бы такая, какая-то густая масса. Видели мармелад, например? Мармелад. Ну, можно сделать не сладкий мармелад, а из этого, так сказать, что-то затолкать в колбасу. Или столярный клей. Столярный клей же можно есть, он же из чего делается? Из костей. С мясом. Долго если их варить? Очень долго. Поэтому, блокаду ели. Ну, а сейчас мы не в блокаде, но соответствующий. Называется казеинат натрия присутствует в колбасах. Ну, а вот ваш желудок может различить, если перемелят кость, возьмут такой, маслы такие, да, и тонко-тонко перемелят, и колбасу, скажем, половина этой костной муки. Она же безвредная, правда? Ну, и бесполезная, в том смысле, что она просто проходит через организм, и все. Никакой пользы организму от этого нет. Поэтому надо думать, что вроде все так красиво, а я еще после реформы 65-го года, когда были наши предприятия, сориентированные на объем реализации, прибыль, рентабельность, читал состав колбасы, там написано, там немножко мяса, есть жир, крахмал, нитрит, нитрах, поташ и козеинат натрия, то есть вот этот клей. И костная мука, в костной муке, конечно, более там. А зачем выбрасывать кости, когда можно их перемолоть и тут даже. То есть, очень сильно различается вообще труд и производство. Производство есть, процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством ее. Теперь я буду вас допрашивать. Значит, поскольку речь идет о том, чтобы вы понимали все элементы этого определения, правильно? Если вы все понимаете, тогда вы понимаете, а если не понимаете, значит, тогда вы понимаете. Процесс что такое? Слово для вас не новое. Что такое процесс? Ну, у нас такой допрос, что вы если не отвечаете, я отвечаю. Процесс это изменение во времени, время. Процесс может быть замедленный, ускоренный. Это изменение во время. Процесс. Присвоение. Что такое присвоение? Вот я сейчас подойду к вам, заберу вот этот ваш телефон, положу в левый карман. Это что будет? Присвоение. А? Вот это будет присвоение. А точная формулировка присвоения такая, превращение в процесс своей жизнедеятельности. Это сейчас он в процесс, это же предмет объективный, он с вами не сращен. Между прочим, и вот ваша одежда, она может быть снята, у себя одета. Она никак органически с вами не соединена. Вы ее присвоили. А что значит присвоить? Превратить в процесс своей жизнедеятельности. Она вошла в процесс вашей жизнедеятельности, не будучи вашим, так сказать, элементом вашего тела. Правильно? Вот это и телефон. Телефон, ну не знаешь, куда его положить, как говорится, он никак не прицепляет. Так вот, присвоение – это превращение в процесс своей жизнедеятельности. Если вам удается превратить процесс своей жизнедеятельности, и это общественно закреплено в рамках определенной формы общества, то есть общество не отнимет у вас. Если сейчас у вас отберут телефон, то общество, если вам не отдаст этот телефон, то он так у меня и будет. Скажут, да что вы говорите, даже это его, Михаил Васильевич, телефон. Ну что вы придумываете, не надо. Ясно было, что это его телефон. И все. Все зависит от того, как общество на это среагирует. Или наоборот, придут ваши коллеги и скажут, да вы что, это ее телефон. Ну вот сейчас самый момент, когда я могу присвоить, поскольку вот этих свидетелей нет. А вот тут у меня есть свидетель, скажет, да что, или этот свидетель, можно сказать, да она ему подарила, подарила еще с такой улыбкой и так далее. Вот это есть. Вы знаете, есть люди, мошенники. Что такое мошенники? Это люди, которые злоупотребляют доверием и присваивают себе то, что есть у других людей. То есть превращение в процесс своей жизнедеятельности. Как только вы какие-то элементы природы превратили в процесс жизнедеятельности, это значит вы их присвоили. Это не значит, что вы их сразу съели. Они у вас, может быть, лежат в холодильнике, или вы их купили, носите, может положили, повесили в шкаф. Но это уже процесс вашей жизнедеятельности. Это не жизнедеятельности других людей или каких-то организаций. Так. Значит, в производстве есть процесс превращения предметов природы. А что у нас предметов природы? А? Вот у вас там вот эта кофта. Это предмет природы? Да или нет? А? Нет. Ну как, что вы говорите? А что, это ваш элемент, вашего тела? Нет. Ну кофту вы можете, ну кому хочешь, подарить. И вот кофту я не напрашиваю, чтобы мне подарили. Это природа. Как называется такая природа, которая переработана? Ну кофта из чего делается? Если шерстяная, то из шерсти. А шерсть у кого берется? У овец. А если у вас это кофта из хлопка, хлопок выращивается на полях. Точно так же и целая история тоже. Сеют, там выращивают, подкармливают. То есть это какая природа? Очеловеченная. А если это синтетический? А? А если это, например, синтетический? Все, очеловеченная природа. Вот стол, за которым вы сидите, он еще сделан. Вот видите, крышка деревянная. Дерево, а и что сделано? Ну, верь, со синтетическим? Ну, всего жару. Ну, все. Связано с жаром. Все металлические части, это что сделано? Руду добыли. Так, так. Потом переплавляли, потом обрабатывали. Это что? А человечное? А вот это здание, а что оно? Оно что, сделано не из природных? Они же не из кирпича сделаны, они из камней, из камней и так далее. Или там ограды Невы. Так, вам надо уже убегать. Убегайте. Ну, знаете что, кругом нас окружает очеловеченная природа. Спасибо. Пожалуйста. И пол тоже. Что? В террелекцию один человек точно придет. Вот, а он сейчас. А что такое, заболели? Многие, да. Вообще много-то болеет. Ну, хорошо. До свидания. Вот, наконец-то, Степан Степанович, мы можем спокойно продолжать занятия. Да. То есть, производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. А что значит в рамках определенной формы общества? А какие есть формы общества? Ну, вот, так сказать, без всякого еще изучения, я думаю, что по наслышке уже люди взрослые знают, что был первобытно общинный коммунизм, первобытное общество. А потом, а почему коммунизм? Потому что средства производства были общие. Потом было рабовладение, рабовладельческое общество. Это бы такая была общественная форма производства. Кто трудился? Трудились рабы. А производство кто организовал? Рабовладельцы. Или назначенные какие-то рабы высокопоставленные. А кому принадлежал продукт? Ну, с самого начала рабовладельцам, а вовсе не рабам. А потом новая появилась форма производства, которая называлась феодализмом. Это форма производства продвинутая, потому что не все, что производил работник, принадлежало помещику. Помещику принадлежало то, что работник производил во время барщины, когда он работал на помещичьем поле. А когда он работал на том участке земли, который ему помещик выделил для прокормления себя и своей семьи, вот в это время продукт принадлежал уже ему. И он мог потом его даже и продавать, а не только использовать. И постепенно эта возможность продажи привела к разложению феодализма, к появлению капитализма. А при капитализме тут другая тоже форма производства. Здесь совершенно свободным является рабочим. от чего он свободен? От всего. От всего. В том числе и от предметов потребления. Ничего нет у него. Ни средств производства, ни предметов потребления. Это вот общество, строй, абсолютной свободы трудящихся. Абсолютно это значит от всего. От пищи, от жилья, от образования. Все он должен получить. А чтобы ему каким-то образом получить средства в существовании, у него только один путь продать то, что у него есть. А что у него есть? А у него есть рабочая сила. Ну, то он ее и продает капиталисту. И даже если он продает по стоимости, после этого капиталист, получив эту рабочую силу на время, установленное в обществе, он потом использует эту рабочую силу. А рабочая сила – это такой товар, который имеет особую потребительную стоимость. А какую? В чем ее особенность? Что он может производить большей стоимости, чем пошло на ее производство. А вот эта дополнительная стоимость, прибавленная к тому, что нужно для воспроизводства работника, то есть сверхстоимости рабочей силы называется прибавочной стоимостью, а на поверхности этого общества выступает как прибыль, прибавочная стоимость. И, наконец, еще одна форма производства, которая называется коммунистической, но уже это коммунизм не первобытный, а коммунизм, вобравший в себя все достижения исторические за все время существования человечества, он основан на общественной собственности, на средства производства. Вот такова форма производства. Что значит общественная собственность? Все в интересах общества. А в чем интересы общества состоят? Интересы общества состоят в том, чтобы обеспечивать полное благосостояние и свободное всестороннее развитие всех членов общества, а не некоторых, как при капитализме. Не так, что кучка богатых пользуется трудом громадного большинства народа и при этом сама может не работать. Может и работать, это не меняет дело. То, что она присваивает, многократно превосходит то, что она вкладывает, если и трудится. То есть производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Вот форму общества мы рассмотрели, посредством понятно, и вот когда мы берем в целом теперь это определение, тогда это производство и оно сильно отличается от труда. А труд это просто деятельность по созданию материальных благ. Или, если говорить более красиво и полно, как Маркс говорил, это обмен веществ труд, это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы к удовлетворению своих потребностей. Вот в чем состоит труд. Поэтому эти понятия мы должны различать труд и производство. Так вот исторический материализм гласит, и это главный тезис исторического материализма, что общественное бытие, то есть производство материальных благ, определяет общественное сознание. Что надо не выводить бытие из сознания тех или иных людей, а наоборот сознание людей, сознание общества выводить из его бытия. это нельзя понимать так вульгарно, что сознание никак не влияет на бытие. Но прежде чем изменить бытие, скажем, трудовая деятельность и производственная деятельность состоит в том, что человек преобразовывает природу, а преобразовывая природу, а человечею ее, он преобразовывает и самого себя. Вот поэтому обратное воздействие сознание на материальное производство очень значительно, но это обратное воздействие является вторичным, не самым главным, не самым основным определяющим является воздействие как раз материального производства на общественное сознание. то есть корни всех общественных явлений надо разыскивать в производстве. Ну, если это так обстоит дело, то вот можно этим тезисом пользоваться для объяснения всех политических процессов, которые в общество идут. Вот, например, в обществе регулярно в буржуазном проходят выборы. А что такое выборы? Выборы это сознательное волеизъявление. А осознание какое? Ну, вот, если у нас производство буржуазное в обществе, то как осознание общества? То есть, какие идеи в большинстве голов членов общества интересы какого класса? Рабочего класса или буржуазии? Я думаю, что всякий человек маломарьский, понимающий в каком обществе он живет при капитализме, скажет, что, конечно, поскольку буржуазия имеет в своих руках как господствующие в обществе силы, как господствующий класс, экономический господствующий класс, имеет в своих руках здания, сооружения, так, имеет в своих руках издательства, типографии, средства массовой информации, включая телевидение, имеет в своих руках все необходимое, чтобы сформировать позицию избирателя. И поэтому мы вполне можем исходить из того, что, поскольку общественное бытие определяет общественное сознание, то в буржуазном обществе, поскольку бытие буржуазное, то и сознание большинства членов общества буржуазное. Означает ли это, что вот если сознание, если бытие буржуазное, то у всех членов буржуазного общества обязательно буржуазное сознание? Нет, не означает. Вот в этом мы уже говорили о том, что вот индивидуальное сознание может отличаться от общественного и может противоречить ему, может расходиться с этим общественным сознанием. Речь идет как раз о том, какие господствуют идеи в человеческом сознании, в общественном сознании. Господствуют в буржуазном обществе, идеи безраздельно господствуют буржуазные. Отсюда люди в этом разбирающиеся, которые знают эту основную посылку исторического материализма, сделают правильный вывод, если они оценивают итоги выборов не по тому, когда они уже состоялись, а до того, как они начинались. Какие могут быть итоги выборов в буржуазном обществе? Какие партии победят? Буржуазные или противоположные буржуазные? Ну и тот, кто является марксистом, тот должен сделать правильный вывод, что в соответствии с определяющей ролью материального производства, бытия общественного, победить должны буржуазные партии. И они побеждают. Где? Везде. Когда? Всегда. Никаких исключений. Вот весь опыт, ну, так сказать, весь опыт применения избирательной системы никаких исключений не знают. Более того, это самая удобная такая форма, поскольку как бы весь народ участвует, всеобщее голосование, вот так, так, от политики были просто формально отрезаны люди, такого нету в буржуазном обществе. Пожалуйста, вы можете все участвовать, можете выдвигать себя, если у вас деньги есть. Конечно, без денег вы понимаете, что вы никуда, ни до какого, так сказать, народа не дойдете, и вас никто не услышит. Можете пользоваться не только пассивным правом, но и активным. А можете и пассивным правом, пожалуйста, приходите к урнам, голосуйте свободно, а мы будем следить, чтобы не было нарушений, будут даже привлекать всякие комиссии, наказывать тех, кто подтасовывает выборы, потому что самое лучшее, если выборы бы не подтасовывали. Почему? Потому что выборы должны тех, кто выражает интересы правящего класса. Поэтому заранее до всяких выборов мы можем сказать, да, на этих выборах победят представители буржуазных партий. На всякий случай в политической системе буржуазного общества заготовлены разные виды партий, чтобы они как бы отличались, чтобы было известное разнообразие. Надоели вам демократы? Голосуйте за республиканцев в Соединенных Штатах Америки. Надоели вам республиканцы? Голосуйте за демократов. А чтобы вы чувствовали, что тут есть что решать, постоянно идут битвы, баталии между демократами и республиканцами, но это так называемые потешные бои. Там какие-то личности переставляют, кого-то снимают, на что неизменно. А неизменно то, что и та, и другая партия обеспечивают взаимно, они вместе в единстве друг с другом обеспечивают диктатуру американской империалистической буржуазии. Вот что там происходит. Или у нас вы возьмете, если вы возьмете нашу Думу, то в Думе у нас четыре крупных партии. Это Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР и КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. Ну, скажем, первые три партии, это партии буржуадные. Это следует из их программы, из всей их деятельности. Они верой и правдой защищают интересы буржуадей. Если вдруг, так сказать, люди отвернутся по каким-то необыкновенным причинам от правящей партии Единая Россия, то они проголосуют за Справедливую Россию и ЛДПР. Но вы, наверное, понимаете, что в общем и целом в Думе существует трогательное единство этих партий. Вот если вы посмотрите тот концерт, который был после принятия пенсионной реформы, то в этом концерте разные роли были у Единой России у Справедливой и ЛДПР. Роль у Единой России была какая? Пора толкнуть эту пенсионную реформу, тем более, что голосов у Единой России предостаточно для того, чтобы только голосами одной Единой России решить этот вопрос. А какая роль была у ЛДПР и у Справедливой России? Во-первых, критиковать, чтобы все видели, что у нас демократия, что идет борьба. И чтобы не получилось, что вся эта критическая масса избирателей, которая недовольна, чтобы она пошла и стала голосовать за КПР. Правильно? Вот. Но обратите внимание, что ни одна из этих других парламентских партий, ни Единой России, ни пенсионной реформы, который был бы альтернативен тому проекту, который предлагала Единая Россия, не предложил. Никто. А существует такое понятие, как законодательная инициатива, право законодательной инициативы. Право законодательной инициативы у нас имеет каждый депутат Государственной Думы. Не просто там, скажем, все депутаты партии какой-нибудь вместе взяты. Нет. Каждый отдельный депутат имеет право законодательной инициативы и можно было выдвинуть столько проектов, сколько там членов ЛДПР и столько же проектов, сколько имеется членов Справедливой России. И что кто-нибудь выдвинул? Никто. Ничего. Были шумные выступления, что мы против, но никто же не предложил альтернативу. А раз никакой альтернативу никто не предложил. Следовательно, дальше следующий шаг это просто поправки. Ну а КПРФ, как она предложила свой проект, например, такой, что у нас будет пенсионный возраст не повышен, а понижен, и при этом будет сокращено время ежедневное всем, чтобы улучшить здоровье трудящихся, увеличить продолжительность их жизни. И вот тогда была бы какая-то альтернатива. Никакой альтернативы ни один депутат от КПРФ и вся фракция КПРФ, взятая в целом, не предложила. Поэтому на самом деле ее объективная функция была, состоявшая в том, чтобы показать демократизм этой всей процедуры. Одни протаскивают, другие протестуют и так далее. И в чем состоял протест, что мы выйдем на митинги и покричим против. Ну и покричали против. Значит, было широкое обсуждение этой всей инициативы. То есть ничего другого не предложили. Точно так же, как и президент. Президент тоже имеет право законодательной инициативы. Он мог бы не поправки вносить, а он мог бы предложить другой проект. И тогда бы решался вопрос, что взять за основу? Проект президента или проект Единой России? Нет, президент не внес никакого другого проекта. Из этого следует, что по сути дела президент выполнял ту же волю, которую выполняла Единая Россия. А как учи воли выполняет у нас буржуатные партии? Волю буржуазии. А буржуазии что это такое? Это те люди, которые имеют собственность на решающие средства производства и которые нанимают работников. То есть те, кто получает прибавочные стоимости, живут чужим трудом преимущественно. Вот картина, которую мы наблюдаем. Поэтому никаких иллюзий в отношении того, что можно через выборы, получить власть, а эти иллюзии постоянно сеют кто? Буржуазные партии или КПРФ? КПРФ у нее задача, как у всякой мелкобуржуазной партии, неважно какое там у нее название, в политике название ничего не значит. В политике названия могут существовать только для маскировки, чтобы замаскировать истинные цели или истинные задачи. И ее задача в том, чтобы маскировать обстоятельства, о которых я говорил, и создавать иллюзии, что через выборы, через выборы можно сменить власть государственную от одного класса, чтобы власть перешла к другому классу. Ну, этого не бывает, таких чудес не бывает, и поэтому объективная функция КПРФ в Думе помогать буржуазии удерживать свою власть, что она и делает. Всякие бывали разговоры про красный пояс из красных губернаторов, которые сначала назначаются как красные, потом они розовеют, потом белеют, и уже ничего там красного нет. То, значит, нам рассказывают сказки про то, что появился новый кандидат, Грудинин, а может ли быть вообще от КПР кандидат в президенты, как вы думаете? Ведь президент буржуазной страны это высшая должностная фигура в системе диктатуры буржуазии. Ну, как может КПР предлагать от себя человека на пост того, кто должен осуществлять диктатуру буржуазии? КПР, если она коммунистическая, должна бороться с диктатурой буржуазии, за установление диктатуры буржуазии, как она может предлагать? Что должен делать президент? Вот что может сделать президент, вот если даже гипотетически предложить, что вот будет избран коммунистический президент? Вот эта старая история в свое время был такой во Франции случай, когда представитель КПР или социалистической партии Милиран вошел в французское буржуазное правительство. И этот вопрос обсуждался, в том числе в кругах коммунистов. Вот Ленин по этому поводу писал, что это вот такое стремление попасть на буржуазные местечки со стороны социалистических партий, это так в теории называется миллиарнизм. В чем состоит миллиарнизм? Когда человек попадает в такой буржуазный орган, он не может в этом органе проводить социалистическую, коммунистическую политику. Почему? Там большинство представителей буржуазии, они решают. Значит, он будет только отвечать за эту самую антинародную политику, за угнетение трудящихся, за эксплуатацию, и тем самым будет идти процесс уничтожения этой партии, поскольку эта партия проявит себя как антинародная. Либо другой вариант, он станет в этом правительстве выступать с позиции рабочего класса, но выгонят его из правительства, выставят, и все, потому что правительство назначается или избирается таким органом, в котором буржуазии в большинстве. Поэтому никакого резона туда попадать нет, это вредное дело. Вот этим вредным делом КПСС занималась, и даже и сейчас она торопилась быстренько мандат Жареса Алферова, умершего Ноблевского лауреата и настоящего коммуниста, быстренько передать Грудинину, который якобы директор совхоза, ну это же просто сказки. Какой совхоз может быть сейчас? Никакого совхоза нет, это ЗАО, а ЗАО это закрытая акционерное общество, это форма буржуазного предприятия. А кто командует этим ЗАО? Во-первых, тут эти акции не продаются, раз оно закрытое. Значит, вот если образовали это закрытое такое предприятие, в этом предприятии командует тот, у кого больше акций. Поэтому Грудинины и несколько еще человек, у кого больше всего долей в этом предприятии, они командуют всей политикой, они себе могут перекачать в свою пользу всю прибавочную стоимость и назвать ее зарплатой. Никто не может запретить ему называть это зарплатой. А потом говорить, что у нас зарплата средняя 90 тысяч. Ну, если у меня зарплата будет 100 тысяч, а у вас 2 тысячи, то у нас средняя будет 51 тысяч. Разве это непонятно? Ну, как можно говорить о средних, когда под видом зарплаты прячутся сверхдоходы, полученные как часть прибавочной стоимости. Или у нас компании, если вы возьмете государственные, в этих государственных компаниях доходы руководящего органа составляют миллиарды, миллиарды в год тех, кто входит в этот руководящий орган. А что это такое зарплата? Да нет, нельзя это посчитать зарплатой, потому что зарплата, она устанавливается с учетом того, сколько человек работает вообще в экономике и какой средний уровень зарплаты. Если, скажем, самый тяжелый труд шахтера оплачивается так, что ему платят 50 тысяч, значит, сверх 50 тысяч вот это перелопачивание бумаг, которым занимается менеджмент государственных компаний, это уже такая форма получения прибавочной стоимости. То есть это такая форма коллективного капиталиста, когда они сообща в виде всяких бонусов, премий, поощрительных надбао, золотых парашютов получают прибавочную стоимость, не называя ее прибавочной стоимостью и прибыли, а прибыль это как бы то, что за вычетом вот этого всего, то есть сначала напьются, присосавшиеся к государственному кошельку вот эти руководители госкомпании, а оставшиеся то, что остается, ну вот будем считать, что прибыль, и потом выходит Дмитрий Анатольевич, говорит, денег нет, ну выдержитесь, откуда деньги будут, когда они все утекли в этих самых через дырявый государственный карман к тем, кто возглавляет государственные компании, это я говорю только о государственных компаниях, а уж частные капиталисты, само собой, и не присягали что-то делать для государства, они делают в своих интересах все, то, что им нужно, но они составляют вот деятельность государственных компаний нашей монопольной службы, антимонопольной службы, и оценивается так, что они производят 70% ВВП. 70% ВВП производят и значительную часть этого ВВП они получают тем самым эквивалент этого ВВП получают в качестве своих доходов, которые оформлены как разного рода зарплаты, выплаты и так далее, хотя если вы возьмете трудовой кодекс, там специально разъясняется, что зарплаты считаются любые выплаты премиальные, любые, в том числе связанные с худшими или лучшими условиями и так далее, все это все равно называется заработной платы. Вот таким образом если мы будем применять этот принцип, то мы сразу освободимся от всяких иллюзий о том, что общественное бытие, вот тот принцип, что общественное бытие определяет общественное сознание. Иллюзии такого рода, что вот с помощью выборов, которые, между прочим, вливаются немалые деньги, миллиарды, с помощью выборов, плебисцитов и так далее можно получить какую-то другую общественно-политическую систему. Это обман. Вот Маркс писал так про буржуазную демократию, что означает буржуазная демократия и буржуазный парламентаризм, что один раз в пять лет трудящемуся разрешают или дают возможность проголосовать и выбрать, кто из представителей буржуазного класса будет представлять и подавлять его в парламенте. Вот в чем состоит выбор. То есть трудящийся выбирает, кто из представителей буржуазного класса будет их подавлять. А тут уже подсуетилась КПРФ, которая хочет, чтобы ее члены высокопоставленные были бы этими людьми, которые бы подавляли, губернаторами или президентами и так далее. То есть она рвется на такие посты, которые по своему смыслу означают посты по подавлению труящихся рабочих, прежде всего. И так общественное бытие определяет общественное сознание. Значит в этом общественном бытие можно различить характеристики этого бытия. Какие, какое, и какая главная характеристика вот этого самого бытия, поскольку речь идет не просто о вещах, а о положении людей в материальном производстве. Чем характеризуется положение людей в материальном производстве? Оно характеризуется тем, что им выгодно. Не что они считают, что им выгодно, а что им объективно выгодно. вот Ленин даже специально говорил, что люди будут жалкими жертвами обмана и самообмана в политике, если они научатся ставить вопрос кому выгодно. Так и статья у него одна называется «Куи продес» по-латински. Кому выгодно? Надо выяснять, кому не что и кто говорил и что или кто делал, а кому выгодно вот то, что происходит. Кому выгодно и сразу вы поймете, какой класс, какие силы экономические за этим стоят. Поэтому важно пользоваться таким вот инструментом, такой категории для анализа экономического бытия, которое называется «Экономические интересы». «Экономические интересы». Надо сказать, что слово «интересы» используется не только в экономической науке, оно используется и в других науках, в частности в психологии. Для выражения совсем другого явления психологии интерес психологический означает это направленность внимания на какой-то объект. Вот если я чем-то заинтересовался пением, я направил свое внимание на пение, на певцов, на концерты соответствующих коллективах и индивидуальных исполнителей. Вот это значит меня интересует пение или меня интересует живопись. Это вот я направил, сконцентрировал свое внимание на картинах, на творчестве, художниках и так далее. Это что такое? Они стали предметом моего интереса. Соответственно, и в языке в русском управлении у меня интерес к рисованию, к чтению. Интерес может быть к философии, к физике, к математике. То есть в зависимости от того, что привлекло внимание человека. А когда мы говорим об экономических интересах, мы говорим и о категории экономической науки, мы говорим о характеристике экономического бытия. Что объективно выгодно субъектам производственных отношений не потому, что они там думают, а что им объективно выгодно независимо от того, что они об этом думают. Например, что выгодно продавцу? Вот мне для того, чтобы узнать, что выгодно продавцу, надо спрашивать у продавца, с чем он интересуется? Не надо. Надо проанализировать положение продавца. Что ему выгодно? Раз он продает товар, то его задача получить как можно больше денег. Поэтому, значит, в чем заинтересован продавец? Повышение цены того товара, который он продает. И вот представьте себе продавца ларька, он только же стоял в своем ларьке, продавал какие-то свои товары, а потом он вышел из этого ларька и решил попить чайку или выпить кофе. Идет другой ларек к другому продавцу. И тот спрашивает, по чем у тебя чай, кофе, а тебе вот столько. А чего так дорого? Потому что он теперь в положении кого? Покупателя. А покупатель в чем заинтересован? В чем интерес покупателя? В том, чтобы как можно по более низкой цене получить этот же самый товар. Вот это и значит, что меняется положение и меняются экономические интересы. В чем заинтересованы, скажем, студенты? Студенты заинтересованы университета получить глубокие и прочные знания, ну и между прочим еще и в том, чтобы получить свидетельство о том, что они такие знания получили, чтобы они имели и диплом об окончании университета, а не просто они сидели и слушали лекции или просто присутствовали на семинарских занятиях. А в чем заинтересованы преподаватели, профессора университета, ну тоже заинтересованы в том, чтобы студенты получили высокие, хорошие, глубокие знания. А кто больше заинтересован, студенты или преподаватели в этом? Ну конечно студенты, потому что студенты непосредственно в этом заинтересованы. И вообще университет как таковой существует не для преподавателей, а для студентов. Вот таким образом решается вопрос, скажем, об интересах в этой сфере. Ну и вообще, что же такое тогда экономический интерес? Я сейчас дам его определение, и это надо записать и запомнить. Экономические интересы, и это во множественном числе надо говорить, это такая характеристика людей в системе производственных отношений, которая показывает, что им объективно выгодно, а именно, какие действия или изменения улучшают их положение или ухудшают и в какой мере. То есть экономический интерес это такая характеристика положения людей, которые показывают, что им выгодно или не выгодно и в какой мере. А более подробно, какие действия или изменения улучшают и ухудшают их положение и в какой степени. Вот, руководствуясь этой категорией экономического интереса, мы можем начать классифицировать экономические интересы, то есть характеристику экономического бытия давать с точки зрения возможных изменений. Это, во-первых, по длительности. Есть долговременные интересы, то есть это выгоды, которые проявляются, так сказать, в связи с этим длительным действием, которые не проявятся, пока это действие не будет закончено. Долговременные интересы. Есть текущие интересы. Сейчас я вот заинтересован в том, чтобы пойти попить чаю или перекусить. Это так ближайший, текущий интерес. Есть интересы семиминутные. Вот сейчас будет, так сказать, пойти передохнуть и можно продолжать занятия. Это такой интерес, который связан с небольшим перерывом. То есть есть интересы коренные. С чем они связаны? Они связаны с коренными изменениями. То есть когда речь идёт о коренном изменении положения человека, тогда это его, с ним связаны коренные интересы. А есть незначительные изменения. С ними тоже связаны интересы, но они не столь важны. И вот надо понимать, что система противоречия любого человека или любой группы людей, хоть маленькая, хоть большая, она внутренне противоречива. Скажем, вы можете решать какие-то коренные интересы и при этом забывать про текущие, повседневные, ну, важные интересы. И наоборот. Решать какие-то текущие, важные, повседневные интересы, осуществлять их и приносить в жертву коренные интересы. Вот что и с этим связано и такое понятие, как оппортунизм. Вот у Ленина есть такая выдержка по поводу того, кто такой оппортунист. Оппортунист, нет, он даже не так начинает, что напрасно у нас считают это слово просто бранием. Оппортунист не предает своей партии, не отходит от нее. Он искренне и усердно продолжает служить ей. Но его характерная черта – податливость настроению минуты. Неспособность противостоять моде, беспринципность и бесхарактерность. Принесение коренных интересов движения в жертву побочным и семиминутным интересам. Вот что такое оппортунизм. Принесение коренных интересов движения в жертву побочным и семиминутным интересам. Вроде это тоже выгодно, это тоже нужно, но надо понимать, что есть важнейшие интересы, коренные интересы, и их надо ставить во главу угла. Поэтому такая существует задача разрешения противоречия интересов. Разрешение противоречия интересов должно идти по линии осуществления приоритета самых глубоких, долговременных коренных интересов. Если это будет делаться, то хотя эти изменения длительные, но поскольку они все время происходят, то каждый день или в каждый момент человек будет получать плоды этих длительных изменений, и у него быстро будет улучшаться положение, улучшаться его жизнь. А если будет погоня только за текущими интересами и ущерб коренным, долговременным, то это будет незначительное улучшение, незначительное изменение, и никакого коренного улучшения они не принесут. Вот можно сказать, что эта проблема, она не есть проблема только капиталистического общества, но и при социализме. Вот представьте себе трудящегося социалистического общества. В чем он заинтересован, что ему выгодно? При социализме система распределения материальных благ была, можно сказать, двухступенчатой. То есть основной системой было распределение благ по потребности, поскольку это социализм, это коммунизм, но в низшей фазе неполный, неразвитый, незрелый коммунизм, со следами капитализма, но коммунизм. То вот высшая и самая основная система распределения при социализме по потребности. А что распределялись по потребности? А вот то распределялось, что сегодня в буржуазной России является самым дорогим. Это образование, медицина и жилье. Жилье. Как распределялось? Распределялось бесплатно. Кому давалось? Больше тому, у кого больше денег, или у кого, или какой у кого пост, или у кого какая семья. Если больше семья, многодетная, ей давали там четырехкомнатную квартиру, трехкомнатную квартиру. Если мало детей, то двухкомнатная квартира и так далее. То есть распределение шло по потребности, в зависимости от того, сколько человек в семье. У кого больше семья, у кого больше потребность в жилье. И с учетом того, однополые дети или разнополые. И с учетом моей структуры этой семьи. И, соответственно, предоставлялась бесплатно жилая площадь. Второе поле для распределения по потребности – это медицинские услуги. Как вы понимаете, если это ударник коммунистического труда, это не значит, что ему надо вырвать больше зубов, чем тому, кто плохо работает. Зубы надо вырвать не по принципу, кто больше работал, а кто меньше. Как сейчас, скажем, есть платная стоматология. Не важно, сколько у вас зубов, а важно, сколько денег вы отдадите. Отдадите денег больше, больше вам залечим зубов. Не отдадите, значит, меньше вам залечим зубов. Так вот, при социализме стоматология была бесплатная, и вообще медицина была бесплатной. Образование. Такое явление, как платное образование, оно имело место на ранних этапах строительства социализма, и частично при социализме, но, так сказать, постепенно мы перешли к бесплатному и высшему образованию. То есть все образование стало бесплатным. И вот если сейчас поставить вопрос, а сколько процентов, значит, сколько процентов дохода сейчас идет на вот эти сферы, на строительство жилья, медицину и образование. Вот, кандидат экономических наук Галко, ректора университета рабочих корреспондентов фонда рабочей академии, он считал, и насчитал, что 52 процента. 52 процента того, что сегодня все идет за деньги, при социализме было бесплатно из фондов общественного потребления. А 48 процентов распределялось по труду. И по труду это распределение, хотя оно кажется равным, но по отношению к нему Ленин говорил, что это вот своего рода. И Марс до этого говорил, остаток буржуазного права, потому что люди не равны, а тут равенство оплаты. За равный труд и равная оплата. А у одного большая семья, у другого маленькая семья, а оплата все равно одинаковая за один и тот же труд. У один здоров, другой болен, а оплата все равно та же самая. То есть вот это распределение по труду, оно еще применяет буржуазные мерки, представляет собой остаток буржуазного права, как говорил Ленин. В книге «Государство и революция» и Маркс в работе «Критика годской программы». Ну вот, в условиях социализма экономические интересы, они были связаны, с одной стороны, с тем, чтобы выросло общее богатство. Это коренной интерес трудящихся социалистического общества. Выросло общее богатство, вырос тот общий пирог, который будет распределяться частью по потребности, частью по труду. Есть другой интерес – получить меньшую долю, так сказать, большую долю меньшего пирога. И пусть этот пирог и не растет, а важно, чтобы я получил большую долю. Поэтому это противоречие в интересах между коренными и текущими интересами членов социалистического общества относилось не к равным там слоям и группам, но относилось оно к каждому члену социалистического общества. А и государству должно было разрешать это противоречие. Если это государство рабочего класса, то оно должно было разрешать это противоречие по линии обеспечения интересов, приоритеты интересов общества, то есть всех членов общества, всех в интересах их повышения, их благосостояния и свободного всестороннего развития. И наоборот, если мы сейчас возьмем общество бурразное, которое установилось в России, здесь приоритет интересов отдельных лиц, независимо от того, как они повлияют на интересы общества. Это приоритет интересов личности. Вот с чем мы сталкиваемся и видим, какую роль играют экономические интересы и какую роль играют тем самым бытие. А интересы движут, как говорил Гегель, жизнью народов. Вот от этой структуры интересов зависит вся жизнь, вся верхушка, все, что над материальным производством. А то, что над материальным производством, называется отстройкой политической и идеологической. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok